Здравствуйте, вы в футбольном клубе и я Василий Уткин. 1994 год и мне 14. Очень сильно менялся стиль рассказа о футболе и фактически новый стиль создавал Вася с футбольным клубом. Мы не привыкли, чтобы так разговаривали о футболе, как у Довлатова было, что потом появились мы, усатые разбойники в джинсах и заговорили с публикой живым человеческим языком, и мы там себе позволяли шутить и смеяться и иронизировать. И это было настолько непривычно. Я не совсем воспринимал сперва, я не понимал, как можно так разговаривать. Вроде бы мы так общаемся в обычной жизни. Вот настолько непафосно и самое иронично разговаривать о футболе. И я помню, что прошел чемпионат мира в США, значит, это был, 1994 года, и Вася зачитывал это сейчас в комментарии пишет, а тогда прислали письма. И он зачитывал письма, которые к ним пришли, ну какие-то и хвалебные, и критические, а потом в конце взял письмо и говорит, о, вот письмо, ведущий идиот. Ну, я вот это рассказываю не потому, что это не наикрутейшая история, то есть я когда увидел степень смелости, открытости и самоиронии для тогдашнего телевидения, для меня была абсолютно удивительная, и с тех пор я просто не пропускал футбольный клуб никогда. 19 марта я потерял своего большого друга, большого во всех отношениях. Вася был человеком неординарным, высоким, огромным, это такая скала, такая голыба, но опять же и в прямом и в переносном смысле. Человек неординарный, человек удивительный, ну какой он комментатор говорит, наверное, бессмысленно, потому что Уткин давно уже стал как Штирлиц, как Чапаев, он стал уже предметом анекдотов в болельческой, в народной среде, и в анекдотах, и в панигириках. То есть все признают его величие как не столько комментатора, сколько как человека. Если отвечать на вопрос, что сделал Вася, в принципе правильный ответ только один, он сделал все. Он создал мир, в котором мы все существуем. Мне очень тяжело вообще хотя бы с чего-то начать, не потому что слов нет, а потому что я уже вот второй день чувствую, что для меня оскорбительно любое сужение темы. То есть я могу начать с того, каким он был комментатором, и тогда мне дико будет не хватать для раскрытия то, как он писал тексты. Я могу говорить о том, какой он был друг, как он помогал, какое у него было сердце. Вася делился своим временем, и вот это его действительно высвечивает на фоне абсолютно всех людей в нашей профессии, потому что Вася совершенно точно был топом, у него было много проектов, он всегда был востребован, но он находил время для каждого из тех людей, которые его окружали. И я даже помню, у меня были какие-то сложные жизненные ситуации, когда я звонил Вася, и он всегда приезжал. Он всегда приезжал для того, чтобы поддержать, для того, чтобы что-то посоветовать. То есть в его лице я потерял, конечно, очень близкого мне человека, и не только учителя, но прежде всего абсолютно фантастического друга. Так что Васи будет дико не хватать. Мы с Васей лично познакомились, когда он набирал школу свою в 2016 году. Мы еще молодые пацаны, там, я был на четвертом курсе. Вот он собирает нас на третьем этаже кабака Джон Дон. Сидит такой вот, царственно выседает. Мы, естественно, даже пикнуть не можем. Вот. Вдруг он замахивает руками, торжественно объявляет, что он отменяет плату за обучение. Мы все гадали, будет она, не будет. Что это вообще за школа? Это не была не школа, это был просто клуб по интересам. Крутой клуб. Ну вот я помню, в тот самый вечер, когда мы сидим в Джон Доне, мне звонят с Матч ТВ, и я работал там мелкой сошкой, тетровальщиком, бегущая строка, которую вы видите, это вот был я. И я какие-то деньги зарабатывал, гордился этим на четвертом курсе. И мне звонит мой начальник, тогда сокращения начались, и говорит, Дэн, ты понимаешь, почему я тебе звоню? Мы тебя сократили. Вот. Я смотрю на Васю, говорю, Василий Вячеславович, меня тоже уволили с Матч ТВ. И вот этот его смех «Хе-хе-хе-хе-хе, вискарь будешь?» Вот. И в итоге все первое сборище превратилось в сборище. Сбор школы Васи Уткина превратился в веселую попойку, где мы друг друга узнали. Вот я помню, я уже такой хмельной, думаю, дерзну-ка я. Еще и Гребенщикову процитирую. Я говорю, Василий Вячеславович, а вы нас собрали, потому что, цитата, «Мы та молодая шпана, которая сотрет вас с лица земли?» Вот. Ответ Васи был довольно нецензурный, жесткий и хлесткий, и по делу. Ну, я бы хотел сказать, что когда я поступил в школу, мне было всего 16 лет, и меня поразило, что когда я заходил на третий этаж Джон Дона, он уже знал всех по именам и фамилиям. И когда кто-то заходил, он объявлял. И для меня 16-летнего щенка – это было что-то невероятное. И до сих пор, вот мне сейчас 24, когда он звонил или писал, и появлялось уведомление, что пришло сообщение от Василия Уткина, я не верил, что это мой телефон. Я думал, я взял чей-то другой. Самое яркое последнее воспоминание – это, конечно, бронза в медиалиге четвертого сезона. Последнего на данный момент. Вот, и Вася сам говорил, что это, наверное, самый яркий запоминающийся момент в его очень насыщенной жизни. Понятное дело, что откладывается последнее лучше всего, но он действительно был счастлив. Он очень сентиментальный человек. Я думаю, это все подтвердят. Но при этом волю и эмоции он редко дает. А после того, как мы в Волгограде на стадионе Чемпионата мира выиграли бронзовую медаль, он не держался в лес. Я, как сейчас помню, 25 января 22-го, Василий после занятия подзывает к себе, говорит, что хочу попробовать тебя на роль редактора. А я запомнил эту дату, потому что 26-го числа на следующий день у меня день рождения, а 25-го я узнал, что у отца рак. Вот. И я как-то хотел, не знаю, может, получить какую-то поддержку. Слова какие-то услышать от Василия. Я начинал с ним об этом говорить. Я понимаю, что я ему не могу сказать. У меня слезы подступают, но он понимает, что что-то не так. Вот. И он тогда сказал очень важные для меня слова. Они вообще никак не относились к моей ситуации, но относились ко мне. Этими словами, наверное, можно описать в целом Василия, его жизненный путь. Он посмотрел на меня, говорит, старик. А мне тогда был 21 год. Вот он мне говорит, старик. Я не знаю, что у тебя случилось, но я знаю только одно, что ты должен поступать так, как ты считаешь нужным. Послушать всех, но поступить, как сам считаешь нужным. Ведь он меня брал на работу, он меня выручил в тяжелейшее для меня время. Я об этом говорил, говорю и буду говорить. Потому что человек, который помог мне в тяжелейшую минуту моей жизни, когда я остался у разбитого корыта, когда Сим ТВ закрыли, и у меня ни денег, ни работы, перспективы никакой, потому что все, альтернативы нет. Это сейчас какие-то появились студии, какие-то компании. Это как в 90-е. Сейчас вновь началась вот эта вот такая компания. Да, вот такая россыпь моментов, мест, где можно пристроиться. А тогда ведь не было. 2009 год. Бах, семерка закончилась, и был только НТВ. А в НТВ он говорил неоднократно, что... Ну, Елагин, ему там спрашивали. Елагин, это не наш формат. Ну, не наш формат, но не наш формат, формат и не формат, потому что на семерке мне жилось прекрасно. Ну, это же не стабильно было. Это частная компания была. Ну, в общем, как бы то ни было... Вася. Вася меня выручил, он взял меня на работу. И потом мне Юрок Розанов говорил неоднократно, он говорит, Васька сейчас очень все старается, старается тебе, чтобы прибавили зарплату. Старается. Да я стажером был. Я был стажером на НТВ+. Нас много таких бегало там. И, в общем, время такое было у редакции НТВ+. Непростое. Вася еще не был главным редактором. Он просто был главной звездой футбольной на НТВ+. А может быть, не только футбольной. Но я помню, что была история, которая поразила и меня, и еще больше моих родителей. Мне было там лет 20. Я поехал на съемку, попал под дождь и заболел. Обзавелся воспалением легких. И в результате на работе не появлялся месяца три. Потому что тяжелое какое-то было воспаление легких. И где-то через месяц неожиданно нам домой позвонил Вася. Я, честно говоря, все было удивлен, что он знает, как меня зовут. Ну, я утрирую немножко. То есть он, видимо, как-то выяснил, наверное, случайно, что я болею. Нашел почему-то домашний телефон. Ну, наверное, я вот думаю, может быть, у меня мобильного еще тогда просто не было. Вот. Позвонил домой, чтобы узнать, как я себя чувствую. И это было... Это было... Ну, в общем, запомнилось сильно. Перед последним сезоном он сказал, что если мы не выйдем из группы, он закроет эгресси. И уйдет из команды. Перед матчем с Тудроц в четвертьфинале он собрал всех около скамейки запасных, достал барсетку, показал вот так вот толстенную барсетку, приоткрыл ее и сказал, вот здесь вот это лям, миллион. Проходим Тудроц, это миллион ваш. Мы прошли. И прошли по серии пенальти. Был смешной момент, когда решающий пенальти отбил наш вратарь и вся команда побежала к Васе, который сидел на скамейке запасных. Он сразу за эту барсетку схватился и начал прятать ее куда-то подальше, потому что если унесут, потом поди сыщик, то барсетку забрал. Вот, это было смешно. Но по-разному. Где-то с кем-то разговаривал лично, пытался понять, что за проблемы. На кого-то воздействовал угрозами, вплоть до отстранения из команды по-разному. Он же педагог, воспитатель. Все знают, что он ментор, наставник для поколений людей. Для поколений людей, которые работают в этой профессии. То есть, условно говоря, сейчас есть его ученики первого поколения, которые работают с его учениками второго поколения. Те работают с учениками третьего поколения. И одновременно со всеми ними Вася тоже работает. И все друг у друга учатся. И Вася один над всеми ними. Такой мастер над футбольной журналистикой. Для меня Вася был добрым, щедрым. И многие рассказывали истории про то, как он жестил, когда говорил о работе. О твоей работе. Со мной такого никогда не было. Он, наоборот, всегда очень аккуратно, да, критиковал. Но он указывал на неточности очень тактично. И всегда буду помнить, как после экзаменов... Ну, он спрашивал у меня, как я их сдал. После успешности данных экзаменов, я помню, он мне подарил шапку. Красно-синюю. И она мне была мала, но я все равно ее уносил. У меня торчали уши. Но это была для меня очень значимая шапка от Вася. Другая была ситуация, когда мы записывали... Это в самом начале, когда я просто офигел от того, что можно так кричать громко. Мы записывали реплику, а реплика пишется в один дубль. То есть, там, минут 15 рассказывал про футбол, и нельзя было останавливать его и прочее. И был звукорежиссер новый, который заметил, что у него как-то не так петличка висела. Где-то на минуте восьмой он говорит, все, останавливаемся, петличка и прочее. И он как-то начал на него орать прям очень громко, очень жестко, а я сидел на диване в метре от него. И мне стало страшно, реально. Я тогда чуть не заплакал, правда. Хотя не на меня было, но просто это производило такое впечатление, что он может снести. Мне кажется, вообще нет до сих пор никакой молодой шпаны, которая бы его затмила. Молодой шпаны, немолодой шпаны. Хотя сколько поколений он воспитал, сколько воспиталось рядом с ним. И, по-моему, мы все это чувствуем, что такого крутого дядьки в профессии больше не будет. Относиться к людям как бы не под общую гребенку, а понимать, что этот раздолбай, но у него есть свои качества сильные. Поэтому нужно учитывать, что он раздолбай, но при этом использовать эти сильные качества для общего блага, например, для сюжета «Футбольный клуб». Вася поэтому и считается для нас всех, я уверен, самым главным наставником, потому что он умел видеть сильные качества, раскрывать их. И потом эти качества позволяли человеку дальше работать и реализовывать себя в профессии. Он стал мэтром, он стал лидером, он стал учителем для многих. Я, кстати говоря, очень многое подчеркнул от него. Потому что иногда он мне подсказывал невольно. Я не буду вратять. Не просил у него совета, вообще мне почитать. Нет, а вот так в разговоре он бросит что-то такое. Я себе на заметку говорю, ага, вот это я не читал, мне нужно это будет просмотреть. Это касалось не только художественной литературы, это касалось и литературы документальной, документалистики. Когда мы уже договорились и поняли, что Вася у нас будет работать, я ему сказал честно. Я сказал, Вась, вообще нет никаких сомнений в том, что ты в своей лучшей форме превосходишь абсолютно любого комментатора, который есть в стране. Включая, естественно, всех комментаторов редакции ОКО. Но я не могу сразу начать ставить тебя в расписание на топовые матчи. Потому что это будет несправедливо по отношению к ребятам, которые у нас работают давно и которые все время находятся в конкуренции и бьются за эти трансляции. Вась сказал, да, абсолютно правильно, я полностью с этим согласен. Давай так и сделаем. Вот, значит, проходит где-то месяц, он форму набрал, прокомментировал несколько игр. Я ему звоню и говорю, Вась, слушай, вот отлично работаешь. Все здорово, давай прокомментируем вместе матч Барселона-Испаньол. А это была первая игра Хави, его только назначили тренером Барселоны. Я говорю, Вась, будет прям вот, как в этом сериале, легендарно. Мы с тобой, как в старые добрые времена, Ла Лига, Барселона, Хави на Кампноу. Это будет круто. Вася говорит, да, супер. И у нас не был такой продолжительный разговор телефонный, минут, наверное, на 15. У нас в редакции работает сразу несколько воспитанников его школы, Алхазов, Борисов, Прусов. Вася следил очень внимательно за Око, знал Лионеля, мы там обсудили, как Лео работает. В общем, это был такой очень доблый, теплый, дружеский, 15-минутный разговор. Проходит пара дней, и от Васи приходит смс-ка следующего содержания. Ром, ну мы с тобой столько лет знакомы, я как-то ожидал большего уважения. Я думаю, блин, о чем речь? Что Вася может подразумевать? Перезваниваю ему, говорю, Вась, ты о чем вообще? Он говорит, ну как бы о чем? Ром, мы с тобой давно знакомы. Я думал, что ты мне сам сообщишь. А тут от какой-то Насти, а это девочка, которая нас рассылает в расписании комментаторов, приходит сообщение, что мы с тобой будем работать на матче Барселона-Испаньол. Я говорю, ну да, мы с тобой будем работать на матче Барселона-Испаньол. Он говорит, ну ты же мой друг, я думал, ты мне сам лично об этом скажешь. Я говорю, Вась, мы с тобой говорили по телефону 15 минут позавчера, где я тебе, собственно, об этом и сказал. Вася такой, он очень любил слово старик. Он так обращался практически ко всем. Он сказал, старик, ну знаешь, позавчера был день рождения у Мити Чуковского, и там был совершенно феноменальный поросенок и потрясающее грузинское вино. Поэтому я, конечно, мог что-то пропустить с нашего разговора. Вот это типичный Вася. Самый лучший комментатор. Абсолютно фантастический друг. Но еще друга такого больше не будет, потому что я до сих пор не могу поверить. Как будто купол какой-то исчез. То ли защитный, то ли греющий купол. Во-первых, ты знал, вот честно скажу, ты знал, что Вася всегда поможет, даже если ты его просить не будешь. У тебя всегда выручат, в трудной ты ситуации будешь, в какой-то странной ситуации. Он тебе всегда напишет, и ты ему всегда все расскажешь. А сам ничего взамен не просил. Чтобы описать Васина отношение к эгресси, опять нужно вспомнить его слова. Он как-то в одной из серий, еще задолго до медиалиги, говорил, что эгресси – это команда, которая не принадлежит мне. Это я принадлежу эгресси. Я принадлежу пацанам, которые там играют. И он действительно к каждому из ребят относился очень тепло. Я думаю, кстати, это опять же параллели с тем, каким он был медиаменеджером. Потому что он до сих пор очень многих людей помнит со старых времен. От редакторов, заканчивая, я не знаю, комментаторами, ведущими, продюсерами, всех по именам. И истории полным-полно про каждого. То есть для него не было каких-то незначительных людей, неважных. И в эгресси он одному парню снимал квартиру, просто потому что он не мог себе ее позволить. Он взял на себя такую ношу, ответственность. Постоянно помогал с травмами, которые ребята не всегда получали именно в нашей команде. Много где играют. Вася был удивительный человек. Удивительный в том смысле, что в нем сочетались, казалось бы, несочетаемые вещи. Он казался надменным, временами хамоватым. Но те, кто знал его близко, а я знал его довольно близко, я называл его своим другом, он меня называл другом. Мы говорили на очень близкие темы, можно сказать, даже интимные темы. Но я подразумеваю под интимом те вещи, которые ты можешь сказать человеку очень и очень близким к тебе по духу. О семье, о жизни. Вот это я называю интимом. И Вася для близких людей был человеком очень ранимым. Вот я знал его таким. Очень ранимым. С душой просто-напросто истерзанной. Вот он на виду у всех человек самодостаточный, довольно резкий, как я уже сказал. А в душе он был как ребенок. Но все-таки у нас разница почти в 20 лет в возрасте. Поэтому я могу говорить об этом как человек старше его и, можно сказать, практически годящийся ему в отцы. Но у нас не было этой дистанции. Мы действительно говорили с ним на любые темы. От литературы, политики до футбола и вообще спорта. Он был великолепно образован. Вот как Юра Розенов, так и Уткин. Я вообще редко встречал людей, которые вот так могли владеть словом. Я могу сказать так, что вот есть Мона Лиза, есть Лунная Соната, есть Война и мир, есть песня Yesterday, есть апокалипсис сегодня, зеркало Тарковского. В жанре спортивного футбольного репортажа есть матч Манчестер Юнайт и Триал 4-3. И Василий Уткин и Юрий Розенов. Если по каким-то причинам вы не видели эту игру, то самое время найти и посмотреть ее, потому что это Мона Лиза, жанр спортивного репортажа. По такие разговоры всегда думаешь о том, что явно недостаточно слов. И тут я начал вспоминать, что Вася в таких случаях, даром что легендарный комментатор, он не стеснялся того, что у него нет слов. Он начинал бросать какие-то песенки, какие-то ссылки, какие-то цитаты, вот просто даже не связанные совершенно ни с чем. Я вспоминаю, как вернулся домой с поминок Юрия Альбертовича, Вася там не был, Вася переживал у себя дома. И вдруг мы обменялись какими-то сообщениями, и в одном из следующих он мне присылает просто ссылку на кавер Гурченко, который перепевает «Хочешь, земфиры». Ну, ты, наверное, видел. И добавляет какую-то фразу, просто собственное рассуждение, вот про клип. То ли предысторию, то ли анализ, то ли что-то, ну, если это можно так назвать. И вот таким образом он пытался совершенно ничего не говоря, высказаться об эмоциональной ситуации, в которой находится. Может быть, нам всем стоит как-то так же сейчас поступить. Очень запомнилось, как мы сидели на кухне, на его даче, и он рассказывал о музыке. И мы каждый делились одной самой любимой песней. И Вася тогда назвал Таню «Крематория». И вот после 19 марта мотив в голове почти всегда звучит этой песне. И вот особенно вспоминается строка, по-моему, она твердила о тайне сна, о том, что все в конечном счете растает. Следующее слово не помню, но как бокал вина, выпитый вчера, что-то вот такое. А сейчас вот летом, я сейчас вчера переписки посмотрел, мы с ним обсуждали, какой сыр добавлять в Плескавицу. Мы готовить, он увидел, что я на даче ее делаю, и он мне писал. Говорит, да какой сыр добавляешь? Я говорю, ну вот какой купил? Он говорит, я рекомендую вот такой-то сыр. Это не последняя была переписка, но как-то я вчера так почитал. Да, в общем. Мама миа, мама миа. Вася был король. Помните фильм «Король вечеринок» с Райаном Рейнольдсом? Вот Вася, это был король наших вечеринок. Те тусовки, которые он устраивал на Новый год. Сумасшедшие какие-то пьянки летом. Выезды к нему на дачу. Это история, когда, не помню кто, но у Васи же был енот на даче, и кто-то этому еноту дал сигарету. Что сделал енот? Так, своими ручками, так, тих-тих-тих-тих-тих-тих, выспал весь табак, вот так в горочку его сложил и аккуратненько разложил рядом бумажечку. Так что воспоминаний, конечно, масса. Вася человек, который смеется не только над другими, и он мне как-то писал, вот, кстати, еще одна фраза, он мне говорил, не обращая внимания, троллинг — это мой инструмент воспитания. Но при этом он всегда умел посмеяться над собой. И вот один из последних случаев, он сидел в офисе перед записью футбольного клуба, как всегда прокручивал в голове верстку, ну, что там будет говорить, у него никогда не было напечатано в последнее время. и он решил сесть на достаточно низкий диван, а не на кресло, как обычно. И потом ему было сложно подняться. И ребята ему помогали подниматься, он встал, семь потов сошло, он стоит такой... Все, нахрен. И я тебя отрежу, и по пузу вот так вот возят по-своему. Ну, то есть его тоже это достало уже. Он был готов взяться за себя, и даже с долей такой серьезной иронии к этому относился. Жалко, что немножко не хватило времени. Я понимал, что он неправильно ведет себя. Я говорил ему, кстати, ну, на правах, так скажем, старшего по возрасту, я говорил ему, что ты делаешь, ты в конце концов возьмешься за ум. Потому что мне не нравилось то, как он тратил свои силы. Ну, вот вроде бы взялся. Вроде бы сказал, что все, я поставил себе целью. Даже опубликовал в своем телеграм-канале, даже картинку, где он врубается из этой вот кошмарной массы, вот огромной, врубается вновь вот этот высокий, тонкий, стройный Уткин. И вчера я был просто ошарашен. Прежде всего тем, что... Я никак не мог понять, у меня что-то вот телефон, я смотрю, у меня какие-то номера, номера, номера. Я был в отлучке, а телефон не взял. Прихожу, у меня там масса неотвеченных звонков. Я так и не понял, что это такое. Все, звонки какие-то непонятные и незнакомые мне. Думаю, что случилось, что ли, такое? Ну, а что могло там? Что там? Еще чемпионат Англии не закончен. Может, какой-то переход? Что, Месси перешел в Ливерпуль или что-то еще? Как это кто-то, может быть, просит? Какой-то комментарий дать. А потом открываю интернет, включаю компьютер. И на меня выливаются ушат ледяной воды. Я был просто ошеломлен. Ну, я не знаю, как это объяснить. Я давно уже не испытывал таких потрясений со времен, наверное, смерти матери. Но это было очень давно. Даже сестра у меня умерла недавно. Я как-то, ну, умерла, да, тяжело, болела. Ну, в общем-то, как-то все. А вот Вася, да, Вася ударил обухом по голове мощно. Это для меня огромная потеря. Но жизнь продолжается. И что тут скажешь? Только одно, что он там встретится со своим другом, с Юрочкой. Они там будут снова комментировать. Там же и Никитич. Рядом. Там все мэтры. Все мы там будем. Ну, хотелось бы подольше. Вот. Ушел большой и сильный друг. Был в сети вчера в 15.36. Все. Субтитры сделал DimaTorzok